Добрый день, вы на канале 18 суток и сегодня будет продолжение разговора о выращивании острого и сверхострого перца, о секретах выращивания. Итак, я сегодня хочу познакомить вас с некоторыми нюансами выращивания перца, покажу как замачивать его, как надо будет сеять, при какой температуре, в каких условиях и сейчас вы это все посмотрите. Итак, я сейчас буду замачивать семена, нитратикалия, как я вам обещал, что я посажу три сорта, но посажу всего два, это пхуджалокио и тринитадморгоскорпион, этим семенам уже полтора года, а вот шоколадная хабанера там всего 6 месяцев, я не вижу смысла сажать его, потому что он проклюнется все 100%, так что начинаем с вот этих. Вот так вот я взял немножко семена, высыплю, так. Убираем шприц. Много наливать не надо, вот я замачиваю в таких кулечках, лучше чем в баночках каких-то. Вот, раз. Так, сейчас мы замочим и вторую часть точно так же. И в воде тоже будем замачивать. Так, все. Теперь будем ждать 48 часов. Так, прошло 48 часов, семена уже утонули, они перед ним плавали. Я замочил еще 75 сортов, как бы эти тоже. И сейчас я буду их проращивать, выставлять на проращивание. На проращивание можно использовать вот такие вот судочки. Вот. Здесь у нас салфетки, на салфеточках. Ну, как бы у меня очень много сортов, так что такие судочки, их надо очень-очень много. Я проращиваю в таких вот кульках. Для кульков лучше использовать, конечно, вот полотенце. Почему? Потому что оно не раскисает. Если сюда вложить салфетку, мы просто потом ее не вытащим. Она просто раскиснет, и невозможно будет открыть ее ничего. Так. Что я хотел сказать еще по поводу нитротокалия. Кто не смотрел первую часть, посмотрите. Почему? Потому что я как бы не буду повторяться, это займет очень много времени. Как нитротокалия разводить. Ну, много-много еще интересного. Итак. Я беру полотенце, сворачиваю его 4 раза. Так. Замачивать надо либо в талой воде, либо в дистиллированной. Здесь меньше микробов. Вот. Я замочил салфеточку. Сейчас я покажу, как все это происходит. Неудобно. Так. 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 Сейчас я разложу и покажу вам дальше. Итак. Часть я сейчас поставлю на проращивание, а часть посею. Так. Разложим сейчас их. Пять сюда хватит вполне. Я, по-моему, не проращиваю их. Вот. Вот пять штучек положили. Ну, их можно, конечно, чуть дальше туда, на середину. Вот так вот. Вот. Теперь берем салфетку. Все это сворачиваем. Так. Водичку немножко надо будет слить, чтобы не сильно много воды было. Так. Берем кулечик. И все это дело вставляем в кулек. Вот так. И вот мы можем сделать таких очень-очень большое количество кульков. Так. Сейчас я начну, продолжу остальные, и потом в конце вам все покажу. Когда мы намочили салфеточку, разложили семена, самое основное, это самое-самое-самое главное. Ни в коем случае салфетка не должна быть сильно мокрая. Вот когда я разложил семена, она мокрая, ну, как бы я выдавил из легенца. Потом беру еще одну салфетку. Это сухая салфетка. Я накладываю сверху ее и прижимаю. Так. Излишки влаги вторая салфетка забирает на себя. Вот так. Надо каждый день проверять, чтобы семена были влажные. Салфетки были... Главное, не сильно мокрые. Вот мы достали ее. Семена у нас поприлипали. Теперь надо чуть-чуть, чуть-чуть увлажнить еще, потому что она сильно убрала влагу. Каждый день надо проветривать и проверять, чтобы семена были влажные. Потому что бывает, салфетка вроде влажная, берешь, а семена сухие. Вот так вот. У нас две салфеточки. Теперь она получилась влажненькая. Не сильно мокрая. Главное, чтобы не текло с нее. Все, сворачиваем их и выкладываем кулечки. Кулечек может такой, может больше. Ну, желательно, конечно, побольше. У меня больших нету, только такие. Так. Закладываем и ставим на проклевывание. Кулек не надо закрывать. Ну, хотя даже можно закрыть его, просто надо будет тогда набрать воздуха полный. Вот так. Вот. Видите, какой получился. И каждый день проветриваем. Итак. Когда мы вложили же на проклевывание салфеточку. Ну, салфетка это полотенце. Надо каждый день проверять. Смотреть. Если семечка проклюнулась, надо сразу ее высевать. Почему? Потому что это не семена томата, которые прямо могут у вас здесь в салфетке дать урожай. Здесь получается так. И она может два, три, максимум, четыре дня пролежать. Потом у нее отгнивает корешок. Как только проклюнулась, сразу берем ее и высеваем землю. Так. А часть семен. Вот они у нас. Я подготовил судочки. Вот мы будем высаживать. вот так вот. Так как они у нас замучены. Я покажу. Как бы не буду расстегивать время. Я просто покажу, как я делаю это. Сделается вот так вот. Так. Использую вот такой вот маркер. Беру просто слегка. Чуть придавил. На полсантиметра надо углублять. Не больше. Вот. И каждую семечку. Вот. Все. Мы посеяли их. Все. Сильно глубоко. Не надо заглубляться. Так. Потом накрывается все это крышечками. Вот так вот. И все. И ставится мини-тепличку. Так. Вот я уже все семена разложил. Их очень легко. Даже на свету если пример хорошенько присветить. Видно все семена. Даже не надо открывать. прокрыгнулись они или нет. Вот они у меня все на вот таком в такой в драматуре. Электроды. Вот. Это у меня пластиковый ящик. Здесь стоит лампочка на 150 Ватт. Ну, на сотку поставить 150 Ватт. стоит термодатчик для инкубатора. И вот такой вот ящичек у меня все здесь находится. Представляется температура 28 градусов. И все это... Вот сейчас возьму крышку. Вот крышечка такая. Ну, все. Все здесь. В этом инкубаторе у меня проклевывается. Вот закрывается крышка. Так, этот ящик, он маленький. Вот видно, где это самое, где ее соединял. Это сделано с большого ящика. Я потом расскажу, где взять эти ящики бесплатно в неограниченном количестве. сделать такие мини-инкубаторы для семян. Так, сейчас я буду поставлю 28 градусов и оставлю его до проклевывания. Семян как только проклюнутся, я сразу вам покажу. Прошла неделя. И вот проклюнулись в худжалоке. Вот так вот. Итринидад, Маруга, Скорпион. Это было замочено в нитроте калия. Видно, что проклюнулись все. Все, что было замочено в воде, еще пока, пока еще не проклюнулось. Так, прошло 11 дней. Так, вот это вот у нас то, что было замочено в нитроте калия. А это то, что было замочено в обычной воде. Вот нитроте калия. Это в худжалоке. Вот это и вот это. Это в воде. Это в этом самом нитроте калия. Видите, какая разница. Сразу видно. Здесь всего два росточка проклюнулось. Здесь практически все. Так, прошло 8 дней. Вот у меня такая мини-теплица в ящике. И вот проклюнулись 7 поды. Это все, что были замочены в нитроте калия. Вообще, они начали проклюваться где-то 6 дней. Ну, сейчас уже немножко, немножко, немножко подрастали. Некоторые тоже, он видно, вылазит. Будем дать оцельные. Вот такой вот ящик. Я потом покажу, как он устроен. Вот такая вот лампа. Здесь стоят две лампы. Вот, что она гайкает. Закрываем его. Сверху кулерок стоит. И все. Стоит блок питания на кулер 12-вольтовый. И стоит блок управления. С температуры. Прошло еще 4 дня. Так. Вот какие подросли. Красота. Так. Лампа отсвечивает. Так. Вот наши уже росточки нитроте калия. А этот в воде. Ну, это у нас, сейчас скажу, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук, что в воде. Ну, вот, соответственно, видишь уже давным-давно весь пророс. Так. Вот наши вертолеты. Так. Ну, что, подрастут. Покажу еще. Вот так я проращиваю томаты и перец. Такие у меня стеллажи. На этом стеллаже установлено четыре лампы. Каждая лампа по 17 ватт. Это светодиодные лампочки. Здесь поддерживается температура. Вот, если будет видно. Сейчас я поднесу. 28 градусов. Здесь стабильная температура. Так, вот, полкассеты у меня посеяно. Ниже половина проклюнулись. Это прошло всего четыре дня. Четыре дня с того момента, как я посеял. Так, вот они у меня. Некоторые немножко вытянулись, потому что оно было сначала под пленкой, без света. Вон они длинные. Те, которые проклюнули, самые первые. Им просто не было света, они немножко подтянулись. Но это ничего страшного. Они потом все будут одинаковые. Вот, есть некоторые же красавцы, а некоторые еще пока пока еще не проклюнулись. Номер 22 и номер 36. Номер 22. Это Тернида Дморога Скорпион. И номер 36. Это Пхуджалоки. Эти семена я высеял. Они уже были проклюнувшись. И вот через четыре дня они уже зашли. Тернида Дморога Скорпион зашло три штучки. Пхуджалоки прошли практически все. Так, вот еще номер третий. Так, где у нас? Вот третий и двадцать первый. Третий. Это Тернида Дморога Скорпион. Двадцать первый Пхуджалоки. Они были замочены в воде. Вот я их высеял. Но пока еще всходов нет. Ну, я надеюсь, дня через три, через четыре они проклюнутся. Прошло еще семь дней. Вот, появились по одной паре настоящих листочков. Красавцы. Такие стоят. Высота не превышает пяти сантиметров. Ну, большая часть из них где-то сантиметра три-четыре в высоту. Вот. Эти были замочены в водичке. А вот эти вот в нитроте калия. Ну, сразу видно разницу. Эти еще он проклевывается. Вылазит потихонечку. Эти уже практически все все вышли. Вот. Некоторые проклевываются еще. Вот Ракота. Один проклюнулся. А остальные, остальные еще сидят. Так как они тугов схожие. Первая семечка проклюнулась я ее посадил. Остальные где-то недели через три, через четыре проклюнулись. Эх. Только-только вот недавно посеял. Практически все сверхвостные сорта имеют очень длинный вегетационный период. Он составляет где-то от 120 до 200 дней. Так что следует высевать где-то с 5 по 10 января. Пока они проклюнутся. Пока наберут зеленую массу. Так что главное высеять их пораньше. И ни в коем случае не следует их подкармливать. Иначе до времени высадки вы будете высаживать пальмы. А теперь обзор кассет, которые находятся у меня на стеллаже. Прошло еще 7 дней. Вот, появились уже по одной паре настоящих листочков. вот, 22 номер и 36. 22 Тринидад Маруга Скорпион и 36 Худжа Локия. Это то, что было замочено нитроте калия. Так, вот их Тринидада проклюнулось 3 штуки, 2 штуки еще остались. Так как они проклевывались постепенно соответственно я таких сеял. Сначала проклюнулись вот эти вот два. Я их посеял. Потом он в конце там он проклюнулся. Тот проклюнулся где-то дня через 4, наверное. А эти два через неделю. Соответственно будем ждать еще недельку и они потом проклюнутся. Так, дальше. Вот это было оно замочено в воде. Номер 3 Тринидад и 21 Худжа Локия. Номер 3 Вот. Вышел только один Худжа Локия. Вот три штучки. Было 5. Два штуки не смогли сбросить семечки. Верхушки подгоневали и подпадали. Вот с этих двух краник пришлось вручную снимать семечки. Нет у них сил. Они сами не могут сбросить. Все, что были замочены нитратикали, все без проблем подбрасывали семечки. Как видите, смотрите, какие они красавцы. Так как семечки прорастали, то есть проклевывались через определенное время, так они высевались. Сначала выселились самые первые, которые проклюнулись, потом 2-3 дня проклюнулись еще семечки, еще досеивались, потому они так и прорастают. Сначала те первые, потом все остальные. итак, в окончании второй части видео я хочу подвести некоторые итоги. Вот наглядный, это было замочено в чистой воде, это нитратикали. Тут уже вы можете делать выводы сами. Хотите, можете замачивать в воде, хотите, нитратикали. В третьей части я расскажу, как правильно надо будет пикировать растение, чтобы не повредить корневую систему, чтобы растение не болело, чтобы оно быстрее перенесло такие вот все стрессы, пересадки. Покажу вам, во что надо пикировать. Есть некоторые маленькие секреты, я поделюсь с вами ними. Так что заходите на наш канал, подписывайтесь, задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу. И до встречи в третьей части. Музыка. 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 Музыка.